Сейгвы и Таталия не являются решением в долгосрочной перспективе проблемы масштабирования. Посмотрим, если Lightning Network сможет данную проблему решить. У меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов. Добрый день, уважаемые зрители. 15 часов по московскому времени. Начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Питков, аналитик инвестиционной академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что у вас все нормально с трансляцией и что можно начинать наш ежедневный обзор. Итак, поскольку я понимаю, что с трансляцией все нормально, соответственно, мы начинаем. Первое, что мы должны сделать, обсудить Forex календарь. Поэтому заходим в раздел аналитика Forex, выбираем календарь событий от FX Street. И давайте вспомним, посмотрим, что у нас, соответственно, выходило рано утром. Конечно, заранее хочу сказать, что в США сегодня выходной день, то есть во второй половине дня, а также и важной статистики нет. А также во время европейской статистики важных событий не было. Но все-таки давайте мы начнем с просмотра календаря по всем мажорным валютам. Начиная с американского доллара. Итак, что у нас по США? Сегодня выходной день, завтра практически нет важных событий. В среду выходит статистика по ВВП. Это вторая оценка. Я предполагаю, что она выйдет вблизи первой оценки. В других календарях здесь есть значения, которые немножечко отличаются от текущего прогнозного значения. В некоторых календарях тут прогнозное значение находится на уровне 2.2, 2.3, 2.4. Соответственно, видно, что все вот эти уровни в разных календарях находятся вблизи первой оценки по ВВП за первый квартал. Но я хочу сказать, что данная статистика вряд ли может сыграть важную роль на данный момент для доллара, потому что она уже давным-давно в цене доллара. Единственное, если значение выйдет намного выше или ниже предыдущего значения, вот тогда волатильность может значительно возрасти. В четверг выходят потребительские расходы, то есть потребительские доходы и расходы за месяц апрель. То есть можно сказать, что это первая официальная статистика, которая укажет на силу или на слабость внутреннего спроса. На самом деле ожидается достаточно хороший практически рост личных расходов и доходов на 0.3%. Соответственно, посмотрим, если и по официальной статистике во втором квартале, начиная с апреля, происходит улучшение экономической ситуации в США. Думаю, что эта статистика достаточно интересна, полезна. Она также может сыграть важную статистику для внутридневного движения по американскому доллару. Чикагский PMI выходит в четверг в 16.45, а так напоминаю, что в пятницу выйдет статистика по рынку труда. Традиционно это всегда в 15.30. Ожидается, что число новых рабочих медс составит 185 тысяч. Согласно исследованию Market, которое мы комментировали в мае, мы видели, что они предполагают, что это значение выйдет на уровне 200 тысяч. То есть это хорошие индикаторы. На самом деле здесь намного важнее, какой будет рост средней по часовой заработной платы. Мы это уже прокомментируем уже в пятницу. Также напоминаю, что в пятницу выходит и статистика от АСМ по деловой активности в производственном секторе и от Market в производственном секторе за месяц май. Статистику от Market мы уже видели. Первая оценка оказалась достаточно хорошей. Соответственно, конечно, я предполагаю, что и АСМ покажет более-менее нормальную статистику по США. Итак, идем дальше. Давайте мы возьмем Канаду, чтобы мы с Америкой практически закончили. Итак, сегодня и завтра нет важных событий и индикаторов согласно календарю по Канаде. В среду вечером, или точнее в 17.00, состоится заседание Банка Канады. Соответственно, в это время выйдет решение Банка Канады по процентной ставке. Хотя здесь пресс-конференции не будет. Не будет отчета по денежно-кредитной политике, то есть MPR, который выходил 18 апреля. Мне кажется, что данное событие может значительно увеличить волатильность по канадскому доллару. Потому что в последнее время канадская валюта достаточно чувствительна к всем вот этим решениям Банка Канады. Из-за того, что немножечко статистика ухудшилась в первом квартале. Все-таки Банк Канады утверждает, что будет наблюдаться хороший экономический рост на протяжении 2018 года. То есть в основном, что рост зафиксируется во второй половине 2018 года. Соответственно, вот эта маленькая такая дивергенция, которая наблюдается между заявлениями Банка Канады и между статистикой. Она практически играет важную роль. И соответственно, вот это решение Банка Канады, в котором будет риторика, то есть речь решения представителей Банка Канады, может сыграть важную роль для канадского доллара как минимум внутри дня. В четверг выходит статистика по ВВП за первый квартал. Давайте посмотрим, если действительно произошло замедление темпов роста по сравнению с четвертым кварталом и даже по сравнению с третьим кварталом прошлого года. На самом деле, рынок уже закладывает более слабые темпы роста в первом квартале, на мой взгляд. Одно, если здесь статистика окажется намного хуже, канадец может еще упасть по цене. И наоборот, если статистика окажется намного лучше, то получится так, что представители Банка Канады были правы, что в 2018 году будет хороший экономический рост. Первый квартал окажется по факту не очень таким слабым. И соответственно, канадский доллар может получить хорошую поддержку. В пятницу выходит производственный PMI. То есть, видно, что и по Канаде есть много важных событий. Давайте посмотрим, что у нас сейчас по Европе, начиная с Великобритании. Значит, по Великобритании почти ничего такого интересного нет на протяжении этой недели. В основном одни второстепенные индикаторы. Однако, пятница это уже месяц июнь, поэтому начинается публикация статистики от Market и CIPs. Выходит первая статистика, но в известной степени опережающая по производственному сектору за май месяц. Посмотрим, если производственный сектор начинает замедляться. Потому что ранее, во второй половине прошлого года, в основном рост ВВП Великобритании приходился именно на производственный сектор. А сейчас уже идет замедление, начиная с самого начала текущего года. Если продолжится эта тенденция, то она может сыграть очень негативную, важную роль, негативную для британского фунта. И наоборот, если здесь начнется улучшение, получится так, что действительно замедление темпов роста экономики Великобритании в первом квартале приходились на вне погоды. И тогда снова британский фунт получит поддержку. Мы это прокомментируем уже в пятницу, но думаю, что это важная статистика. Конечно, остальной блок статистики по деловой активности от CIPSE, от Market, выйдет в начале следующей недели, если не ошибаюсь, соответственно, в понедельник и в среду. Итак, что у нас по еврозоне? По еврозоне, на самом деле, если честно, не так много индикаторов. Объясняю, почему. Сегодня без статистики, завтра второстепенная, завтра выходит второстепенная статистика. В среду также. В четверг выходит инфляция. Это единственный такой более-менее важный индикатор, который выйдет в 12.00. На данный момент предполагается, что произойдет отскок по инфляции. Конечно, я напоминаю, что на протяжении 2018 года ЦБ предполагает, что инфляция будет на уровне 1,5%. То есть, после вот этой просадки по инфляции, которая наблюдалась в первое полугодие, вот это падение здесь. Давайте я это все-таки покажу вот таким образом. Вот это снижение по инфляции, которое наблюдается в первом полугодии текущего года. ЦБ говорил, что мы к 1,5% вот к этому уровню здесь поднимемся уже во второй половине года. И что 2018 год закончится на этом уровне. Соответственно, это такие уровни в пределах ожиданий Европейского Центрального Банка на 2018 год. Но я думаю, что, учитывая, что это предварительная первая оценка, она может при сильных расхождениях увеличить волатильность по евро. В пятницу почти ничего нет, кроме статистики по производственному сектору. Это вторая оценка, мы первую оценку уже прокомментировали, что там идет снижение темпов роста по согласно маркету. Итак, давайте мы посмотрим, что у нас и по Швейцарии. По Швейцарии, если я не ошибаюсь, не так уж много важных событий. Торговый баланс выходит во вторник. Несколько второстепенных индикаторов в среду. В четверг выходит ВВП. Это важно, на мой взгляд, хотя это за первый квартал, потому что ранее здесь темпы роста были достаточно низкими. Вот улучшение наблюдается по ВВП, начиная где-то со второй половины 2017 года. Это, на мой взгляд, за счет того, что в Европе был сильный экономический рост. Он перенесся и на Швейцарию. И, соответственно, этот индикатор уже в известной степени учтен швейцарским франком. Но посмотрим, какова будет реальная статистика. И выступает Фридц Цюрбрук. Посмотрим, что он расскажет во время своего выступления. Однако оно не связано на данный момент с денежно-кредитной политикой. Итак, если мы перейдем к азиатским странам, соответственно, давайте посмотрим, что у нас по Японии. Очень много всяких индикаторов. На мой взгляд, более или менее важная это розничная торговля, которая выходит в среду. Также состоится в выступлениях Рухи Кокорода. Промышленное производство в четверг. Мы эти индикаторы будем обсуждать на ежедневной основе. Итак, PMI от Nikkei в производственном секторе. Мы уже видели по первой оценке, что вышел достаточно слабым. Я предполагаю, что он не будет очень хорошим. И по второй оценке. Я имею в виду хорошим и слабым по сравнению с предыдущими значениями. Если сравнить с 2016 годом, например, или с 2017 годом, значения не настолько плохие. Хотя, как и по европейской экономике, этот индикатор указывает на падение темпов роста. Итак, Австралия. Давайте мы посмотрим, что у нас по Австралии на протяжении недели. Сегодня и завтра без статистики, согласно календарю. В среду разрешение на строительство, кредитование частного сектора. В основном запаздывающая статистика продажи новых домов. И, конечно, мы прокомментируем индекс активности в производственном секторе, который является аналогом Market. И, соответственно, он публикуется от AIG. Все остальные два индикатора публикуются на следующей неделе. То есть, строительный сектор и сферу услуг. По Новой Зеландии более или менее можно сказать, что есть важная статистика, точнее, важное событие. А это именно в среду вечером, получается, или во вторник вечером, или рано утром в среду для кого-то. Это публикация отчета по финансовой стабильности от Резервного банка Новой Зеландии. И после этого состоится выступление главы господина Ор, который практически прокомментирует отчет по финансовой стабильности. Данное событие может увеличить волатильность по Новой Зеландскому доллару. И в четверг, конечно, обращаем внимание на прогноз активности от Национального банка Новой Зеландии. У меня на этом все по календарю. Ну, то есть, если честно, нет каких-либо слишком важных событий. Вы знаете, на самом деле, самое интересное, что я забыл бежевую книгу по США прокомментировать, так как она публикуется в среду. Итак, давайте мы перейдем и к бежевой книге. То есть, имейте в виду, что в среду вечером, традиционно, всегда две недели до заседания Федрезерва, публикуется бежевая книга. И она выходит 2100. Конечно, данный документ традиционно не создает волатильность по американскому доллару. Это очень редко. Например, в 80% случаев этот документ не вызывает волатильность. Но я лично видел очень много раз за свои 12 лет, когда этот документ создавал очень сильную волатильность по доллару. Поэтому я всегда его учитываю. То есть, я, например, чисто по статистике заметил, что он очень редко влияет, но иногда может повлиять сильно на доллар. И поэтому я всегда, учитывая публикацию данного документа, как минимум я его рассматриваю. Потому что бежевая книга содержит очень много ценной информации по американской экономике. И, соответственно, я поэтому всегда учитываю этот документ. У меня на этом все по календарю. Ну и жду ваших конкретных вопросов. Если они есть, пишите в чате. Если вопросов нет, то мы перейдем тогда потихонечку к графикам. Жду ваших вопросов в чате. Так, Ирина поставила свои плюсики. То есть, я понимаю, что и с трансляцией все хорошо, и что вопросов нет. Тогда давайте я начинаю. Продолжаю. То есть, начинаю с просмотра графиков. Итак, по долларовому индексу бычий настроек доллара сохраняется. На месячном тайм-фреме видно ярко выраженная бычая свеча. На самом деле, до конца месяца осталось всего лишь 3-4 дня. Соответственно, пока мне кажется, что свеча останется приблизительно в достаточно хорошем, ярко выраженном бычьем виде. Соответственно, это все больше и больше говорит о том, что здесь есть потенциал к формированию восходящего тренда. То есть, что здесь практически действительно подтверждается формирование вот этой впадины. Мы посмотрим, как поведет себя долларовый индекс после заседания Федрезерва, которая состоится 12-13 июня. Вот здесь и 13 июня вечером будет упубликовано решение Федрезерва. Если Федрезерва поступит грамотно, я все-таки предполагаю, что при прочих равных условиях доллар в индекс продолжит свой рост. Но я как-то не думаю, что он просто продолжится без остановки. Однако, все-таки в основном, мне кажется, что сохраняется позитив по доллару индексу. То есть, бычий настрой сохраняется. На weekly тайм-фреме интересная ситуация. Почему? Потому что все-таки свеча на прошлой неделе, которая сформировалась, имеет ярко выраженный бычий вид. Конечно, это не настолько бычая свеча, как вот эти. Но учитывая, что в начале недели у нас здесь была маленькая такая немедвежья свеча, но дочь, видно, что все равно позитив сохранился. И, соответственно, если перейти на дневной тайм-фрейм, я напоминаю, что нисходящий тренд уже давным-давно остался неактуальным. Мы пробили линию тренда, тестируем вот эту предыдущую вершину. Но я хочу сказать, что я перечеркну полностью уже этот нисходящий тренд, когда мы обновим вот эту вершину. Может быть, после заседания Федрезерва, я не знаю, если это произойдет сразу или впоследствии, то есть, может быть, пройдут там несколько дней или одна, две или три недели после заседания Федрезерва. И если Федрезерв поступит грамотно, скорее всего, каким-то образом мы обновим вот эту вершину. И я тогда перечеркну вот этот нисходящий тренд. А так, на H4 очередная попытка уже обновления вот этих верхних пределов серого диапазона, который мы нарисовали на основе вот этого нижнего серого диапазона, имею в виду по размеру. В основном мы тестируем сейчас вот эти уровни декабрьского заседания Федрезерва. Видно, что это самые-самые вот эти высокие уровни, которые были во время декабрьского заседания Федрезерва. Поэтому я предполагаю, что даже если позитивный настрой по доллару сохранится, и здесь продолжится восходящее движение, может быть, перед заседанием Федрезерва или во время заседания Федрезерва, или после этого, мы все равно немножко скорректируемся перед тем, как начнется дальнейшее восходящее движение в случае, что Федрезерв поступит грамотно. Итак, то есть позитив здесь сохраняется, однако я думаю, что здесь может где-то притормозить, и он уже практически роз видно, что здесь немножечко замедлился. Но, конечно, учитывая, что я все время говорю, сохраняется бычий настрой, но в weekly time frame продолжается череда бычьих свечей, обновляются минимумы и максимумы. Если кто-то пытается где-то ловить какую-то вершину и чертить доллар, это, скорее всего, достаточно неправильно, на мой взгляд, и практически может привести к потерям депозита. То есть понятно, что где-то долларовый индекс может скорректироваться, поймать какое-то движение вниз, но контр-движение торговать я вообще не рекомендую. Итак, на х1 видно, что зигзагом мы потихонечку поднимаемся, а на 30-минутном тайм-фрейме мы идем вверх. И давайте на самом деле вот эти кривые линии я практически нарисую лучше. Вот он практически восходящий тренд, который восстановился. То есть мы это восходящее движение отслеживали, коррективный флаг в виде мини-тренда на 15-минутном тайм-фрейме, который, соответственно, снова восстановил, закончился и восстановилось вот это восходящее движение. То есть на данный момент на 30-минутном тайм-фрейме, даже и на часовом тайм-фрейме, уже можно сказать, что есть восходящий тренд по долларому индексу. И, конечно, это сформировалось за счет того, что в паре евро-доллар идет снижение, значит, на тяжелых тайм-фреймах, на месячном тайм-фрейме. Здесь, скорее всего, это уже четко и ясно понятно, что это какая-то вершина. Однако продолжится ли вот это движение вниз и та вершина окажется ли такой разворотной, критической, то есть та, после которой вот это коррективное движение внутри восходящего тренда закончилось и начинается возобновление нисходящего движения, мы узнаем очень скоро. Я предполагаю, что если Федорезерв поступит грамотно и если темпы роста в Европе начнут замедляться, мы увидим снижение вниз и мы можем пойти вот к этим уровням, то он к уровню 1.04-1.05 в ближайшие месяцы до конца года. Но на данный момент я не думаю, что этот сценарий настолько актуален, хотя предпосылки к этому уже есть. То есть, если Федорезерв поступит грамотно и темпы роста европейской экономики начнут замедляться, мы пойдем вниз. Мы, соответственно, давайте посмотрим, что у нас на других графиках, на других таймфреймах, имею в виду. Значит, на данный момент мы имеем нисходящее движение здесь, которое тестирует предыдущую впадину. Я предполагаю, что эта впадина, которая сформировалась на уровне предыдущих вот этих вершин, будет работать в качестве поддержки в ближайшее время для евро, хотя попытки для прорыва уже могут произойти, потому что чисто психологически я предполагаю, что есть чисто психологическая поддержка в отношении американского доллара. Он чувствует себя намного более стабильнее, чем евро на данный момент. Факторы мы, почему это есть, мы неоднократно озвучивали. Поэтому преддверие Федрезерва я не исключаю попытки даже пробития, попытки пробытия вот этой впадины. Но, чтобы движение действительно пошло вниз, я считаю, что нужно, чтобы еще две важные события выполнились. Первое, чтобы Федрезерв поступил грамотно через две недели во время своего заседания, и чтобы тем просто европейские экономики начали замедляться. Но все-таки на weekly видно, что череда медвежьих свечей продолжается. У свечей медвежьих всегда минимумы упускаются, приблизительно также и максимумы. То все это говорит о том, что медвежий настрой сохраняется. На дневном таймфрейме ничего интересного у меня нет. Мы тестируем эту впадину на Х4. Мы находимся уже чуть ниже уровней декабрьского заседания Федрезерва. То есть, вот она зеленая линия, которую горизонтальную я провел через декабрьское заседание Федрезерва. Ранее я говорил, что думал, что мы можем упуститься до этой линии. Потом, конечно, мы периодически говорили, что я предполагаю, что при сохранении позитивного настроя по доллару произойдут попытки обновления этого уровня. с последующим отскоком вверх тестирования вот этой зоны и с последующим движением вниз на грамотном решении Федрезерва. Но я хочу сказать, что факторы, которые могут надавить на евро, увеличиваются, потому что и маркет указал на более слабые темпы роста впереди. Заказы в промышленном секторе в Европе снижаются. Может быть, здесь мы можем упуститься и к этой впадине. Я не знаю, на данный момент для меня зеленый горизонтальный уровень является ключевым. 1.1750, 1.1770. Но в целом настрой сохраняется негативным для евро. Почему? Потому что на х1 идет нисходящий тренд, идеальный нисходящий тренд, а на 30-минутном он вообще даже супер. Почему? Потому что здесь был очень долгий практически на 30-минутном таймфрейме нисходящий тренд. Коррективное движение в виде восходящего тренда, которое есть и в долларовом индексе, и которое выглядит как флаг. Восстановление нисходящего движения после восходящей коррекции. И, соответственно, в идеальном виде мы продолжаем идти вниз на данный момент. Конечно, мы сейчас теоретически находимся в нижней части нисходящего движения, но оно сохраняется. То есть видно, что на мелких таймфреймах рисуются уже вот эти стабильные нисходящие движения. Пара фунт-доллар копирует в известной степени пару евро-доллар. Корреляция, конечно, между европейскими валютами на данный момент достаточно высокая. Ярко выраженная медвежья свеча за месяц май. На уиклий таймфрейме также череда свечей, которая формируется. Конечно, тут в последнее время свечи в паре евро-доллара немножечко заранее опереждают движение по европейским валютам. То есть обычно пара евро-доллар сначала спускается, фунт ждет, 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 ждет. И потом вслед за евром против доллара он также спускается. Соответственно, на дневном таймфрейме мы знаем, что восходящий тренд закончился. Впадину мы давным-давно обновили. На х4 мы пробили вот эту синюю горизонтальную линию, которую я провел когда-то через вот эти две вершины красные. И которые отображали уровень сентябрьского заседания Федрезерва. Потом я провел зеленую линию горизонтальную через декабрьское заседание Федрезерва. На самом деле, если мы немножечко упустим эту линию вниз, то получится, что вот та зона, которая сформировалась в декабре прошлого года, когда Федрезерва в последний раз в прошлом году поднял ставку, мы находились, грубо говоря, на этих же уровнях, на которых мы находимся сейчас. Поэтому я просто сохраню эту зеленую линию. Логика ясна, почему эта линия здесь. Она соответствует и зеленой линии в паре евро-доллар. Однако, напоминаю, что даже если сейчас идут попытки для прорыва линии тренда, может быть, будет какое-то тестирование перед заседанием Федрезерва. Или во время заседания Федрезерва. Или сразу после этого. Даже если фунт-доллар продолжит свое движение вниз. Все-таки шортить доллары, пытаться купить в кавычках дешевые евро и фунты, я на данный момент продолжаю думать, что неправильно, потому что на более мелких таймфреймах продолжается нисходящее движение. Вот оно на 30-минутном фрейме. То же самое движение, как в паре евро-доллар. Нисходящий тренд. Пауза здесь в виде консолидации. И здесь снова восстановление нисходящего движения. На мой взгляд, если сантимент в пользу доллара позитивный сохранится, мы войдем в зону между синими линиями, которая практически сыграла важную роль в начале августа прошлого года, когда Банк Англии сказал, что начнет цикл повышения ставки рано или поздно. Вот она, практически вот эта ключевая свеча. То есть может быть, как мы и раньше говорили, мы протестируем верхние пределы вот этой зоны. Это приблизительно на отметке 1.325060. И на самом деле видно, что мы уже эту зону тестируем. Итак, пара доллар-франк. Франк, в отличие от евро и фунтов, последние две недели может быть делает маленькую передышку. Конечно, он ранее намного сильнее падал. Однако, на мой взгляд, он все-таки остается одной из самых слабых европейских валют против доллара. Почему раньше я говорил, что он является самой слабой? Потому что евро и фунт не так сильно падали против доллара. Но сейчас они практически отыграли вот это движение и не догнали франка по снижению против доллара. Итак, на месячном таймфрейме мы здесь имеем свечу, которая раньше имела вид падающей звезды. Сейчас немножечко у него увеличивается бычье тело, которое говорит о том, что если Федрезерв поступит грамотно, здесь продолжится движение вверх. То есть покупатели у доллара против франка, они все-таки доминируют. Поэтому я думаю, что вот эта красная траектория, она достаточно актуальна. И после заседания Федрезерва, я предполагаю, что Федрезерв, если поступит грамотно, а на самом деле я думаю, что он поступит грамотно, но все-таки любой трейдер должен понимать, что все может произойти. Поэтому имейте в виду, что даже если Федрезерв действительно поступит грамотно, со временем мы потихонечку протестируем вот эти предыдущие вершины, которые находились на уровнях 1.02, 1.03, 1.04, то есть траектория вверх, скорее всего, восстановится. На дневном таймфрейме ничего интересного. На х4 давайте вспомним. Мы находимся в той зеленой зоне, которую я когда-то, ну, когда мы рассматривали вот эту вершину, нарисовал и сказал, что, на мой взгляд, там есть хорошая фундаментальная поддержка у доллара. На данный момент она срабатывает. Мы находимся на потенциальной линии восходящего движения. И, соответственно, что я хочу сказать, если перейти на более мелкие таймфреймы, все-таки здесь идет попытка нисходящего движения. Пока оно еще не закончилось, вот это нисходящее движение. Но если здесь произойдет прорыв, вот я говорил, на мой взгляд, если здесь произойдет прорыв, мы, если потом упустимся и протестируем условно вот эту зону или там линию тренда, и после этого восстановим движение вверх каким-то образом, вот таким, то тогда здесь отменится вот это уже красное коррективное движение на мелких таймфреймах. То есть в этом случае вот это коррективное движение закончится. Переходя на х4, получится, что восстанавливается восходящее движение от зеленой зоны от потенциальной линии восходящего тренда. И даже на weekly таймфрейме, в этом случае, давайте я это уберу, сформируется ключевая разворотная свеча. То есть та свеча, у которой минимум не будет ниже предыдущей, и максимум, если обновить вот этот максимум, то здесь сформируется вот эта разворотная свеча, которая подтвердит потенциал восстановлению восходящего тренда с точки зрения свечного анализа и на х4. И тогда здесь можно рассматривать и ожидать, что движение вверх продолжится. Ранее, когда мы обсуждали вот эти свечи, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что пока на прошлой неделе мы говорили, уважаемые зрители, у этой медвежьей свечи и максимум, и минимум ниже предыдущих. Ждем. Да, здесь понятно, что на х4 хорошая зона практически с точки зрения фундамента стабильная для покупки долларов. Но я тогда говорил, я воздержусь, и если буду принимать, допустим, сделки, то есть принимать решение открыть сделку, я все-таки дождусь, чтобы на weekly, на недельном таймфрейме сформировалась вот эта потенциально разворотная свеча, которая будет иметь минимум ниже, а выше предыдущего, то есть не будет обновлений минимум, и желательно, чтобы и максимум повышались. То есть здесь такая хорошая точка ожидания, можно сказать. Значит, в паре доллар-франк у меня на этом все. Переходим в паре доллар-японская иена. Итак, здесь ничего такого интересного нового нет. 23 уровень по феверначе внутри серого диапазона. 38-й быстро был достигнут. Подтвердилась вот эта разворотная черная маленькая свеча, то есть вот этот повещанный или молот. Однако потом произошло резкое движение вверх. С 38-го уровня мы поднялись до 50-го. Но потом на фоне всех вот этих геополитических неясностей, на фоне того, конечно, на мой взгляд, самый главный фактор для спроса на активы убежища в последнее время было это замедление темпов роста в Европе, ну, в частности, в Великобритании. За счет чего увеличились сомнения, что восстанавливается глобальная экономика. И таким образом франк, иена и золото из инструментов SafeHeaven, которые мы рассматриваем, получили поддержку. Соответственно, здесь свеча развернулась вниз, и мы сейчас имеем ярко выраженный дождь на межном таймфрейме. На weekly таймфрейме очень сложная практически череда свечей. Бычьи свечи, первая черная свеча медвежья, все-таки у него максимум обновил предыдущий. То есть это показало, что у быков все-таки когда-то было какое-то преимущество, они смогли обновить максимум предыдущей недели. Но то же самое и с минусом, то есть с вот этим минимумом. Соответственно, та череда из последних свечей, которые рисуются, говорит о том, что быки и медведи уже начали выравниваться по силам. Я предполагаю, что здесь сформируется какой-то сэндвич, череда черных и белых свечей, которые будут идти в основном в никуда, то есть без вот такого четкого движения вверх. Поэтому каждый для себя сам решает. Видно, что здесь мы прикоснулись с зеленой зоной, которую мы обсуждали приблизительно в это время, что скорее всего до заседания Федрезерва мы протестируем эту зону. Это произошло. На х4 произошел прорыв линии восходящего тренда. Однако я не могу сказать, что этот тренд сломан, потому что та впадина или даже вот эта впадина, она продолжает тестируется на данный момент. Нет обновления этих впадин. Поэтому я не могу сказать, что здесь и есть сломанный восходящий тренд. На х1, конечно, здесь уже это четко и ясно видно, что вот это движение, оно тестирует вот эти предыдущие впадины. Итак, в паре доллар-иена ситуация достаточно сложная. На х1 был восходящий тренд. Он практически слабеет после того, как была пробита линия тренда. На х4 то же самое, но даже мы его, если анализируем на х4, видно, что раньше здесь был нисходящий тренд. То есть такая буква на латинице В, которая говорит о том, что не было такого солидного роста или падения этой валютной пары. То есть очень сложно практически здесь сказать, что этот восходящий тренд надежен, учитывая, что ранее здесь был четко и ясно выраженный нисходящий тренд. На 30-минутном тайм-фрейме здесь происходит пауза движения в паре доллар-иена, поэтому даже здесь не вижу причин для того, чтобы сказать, что да, начинаются отскоки, мы пойдем вверх, или начинается движение вниз, которое попытается обновить вот эту впадину. То есть здесь достаточно такая сложная, неоднозначная ситуация, поэтому я в паре доллар-иена в последнее время вообще не торговал. Доллар-канадец, интересная ситуация. Свечи последние становятся очень интересными. Бычьи свечи превращаются быстро в медвежьи, медвежьи превращаются в бычьи. Посмотрим, как закроется этот месяц, потому что вот эта последняя свеча неоднократно рисовалась в бычьем виде, потом неоднократно выглядела медвежьи на протяжении мая. Месяц, конечно, закончится через 3-4 дня и самое важное, что месяц закончится в четверг, а в среду вечером состоится заседание Банка Канады. Вот мне самому очень интересно, как закроется месячная свеча, вот она за месяц май. Если она будет в текущем виде, она будет являться первым сигналом, указывающим на дальнейший потенциальный рост на тяжелых таймфреймах пары доллар-канадский доллар. На Уикли четко и ясное формирование, продолжение движения вверх сформировалось на прошлой неделе. Впервые после вот этой паузы, которую мы рассматривали, у свечи максимум четко и ясно обновил предыдущие, однако и минимумы практически были достаточно сомнительными. Мы все, мы знаем, что это происходило за счет того, что когда-то господин Трамп, выходя из сделки по Ирану, создал волатильность по ценам на нефть. Нефть начала быстро расти, чисто психологически канадский доллар и российский рубль получили в это время поддержку. Потом этот эффект немножечко уменьшился, пара пошла вбок. Сейчас эффект потихонечку исчезает по выходу США, имею ввиду эффект по выходу США из иранской сделки. И рынок возвращается к своему фундаменту. И поэтому вот они диапазоны, которые мы рассматривали. Вот это, вот это, движение вниз, непонятное движение вверх-вниз. Сейчас мы идем снова вверх. На самом деле хочу сказать, что заседание, которое состоялось 18 апреля, вот здесь практически находится, ага, вот здесь находится практически график. В то время, когда было предыдущее заседание канадского регулятора. Но до этого, когда было заседание в феврале, у которого также не было отчет по денежно-кредитной политике, мы находились именно вот здесь, в начале марта. То есть мы находимся на тех же самых уровнях. И соответственно, чисто по моему наблюдению, если, допустим, мы здесь находились в эту зону в преддверии февральского заседания Банка Канады. Потом мы упустились примерно на 3,4-3,5-4 фигуры вниз после какого-то прыжка вверх. То есть в основном до следующего заседания мы снижались. Я предполагаю, что если Федрезерв поступит грамотно, мы отсюда также можем в ближайшие два месяца, то есть до следующего отчета по денежно-кредитной политике Банка Канады, который будет через 45 дней после заседания Банка Канады, которая состоится в среду, мы можем увидеть движение до 1,33-20, если чисто графически возьмем вот эту волну. Иногда это срабатывает. То есть если Банк Канады сохранит свою сдержанную риторику по циклу повышения ставок и Федрезерв поступит грамотно, я предполагаю, что мы пойдем до 1,33-1,32-1,33 вверх в такой долгосрочной перспективе, имею в виду, где-то до этого есть еще 48 дней, то есть не сразу. На хашидин все-таки мы находимся в той же самой зоне, в которой мы находились до 9 мая, когда господин Трамп озвучил, что США выходят из сделки по Ирану. Я предполагаю, что на этот раз мы рано или поздно можем снова попытаться выйти из этого диапазона и обновить вот эти локальные максимумы. Все-таки здесь ситуация сложная, нет тренда ни на хаш-4. Я не вижу тренда на самом деле. Одни хаатишные движения ни на хаш-1. То есть каждый уже сам для себя решает. Здесь, скорее всего, нужно применять какую-то диапазонную торговлю, но она достаточно сложная, так что каждый для себя сам решает. Австралийские доллары и новозеландские движутся одинаково, на мой взгляд. Хочу напомнить, что мы находимся и в той, и в другой валютной паре в середине их диапазонов. Вот они практически эти диапазоны. Это, грубо говоря, 50 уровни пофигуначь внутри этих диапазонов. Итак, напоминаю, что здесь был восходящий тренд. Конечно, линия тренда была пробита, но та ключевая впадина не была обновлена, поэтому я восходящий тренд пока еще не перечеркну. Придерживаясь своего мнения, что здесь, даже если рисуется впадина, мы рано или поздно можем попытаться пробить эту же впадину, то есть предыдущую. Но это произойдет только после того, как рынок успокоится и увидит, что Федрезерв поступил грамотно. Потому что этот тренд продолжался почти 2-2,5 года, соответственно, так легко мы не пробьем эту впадину. Даже если будет попытка прорыва этой впадины в преддверии заседания Федрезерва и упустимся, допустим, до 38 уровня по фибра, то, что мы неоднократно говорили, я предполагаю, что потом произойдет отскок до 50, чтобы протестировать снова эту впадину. Поэтому от этих уровней, от середины я пока еще полностью воздерживаюсь рассматривать сделки на продажу в паре австралийский доллар-доллар и новозеландский доллар-доллар. Однако, придерживаясь своего предыдущего видения, что если мы поднимемся до 61 уровня, это где-то 76, 76,30, и если это произойдет в преддверии заседания Федрезерва, то есть мы будем находиться в этой красной зоне, таким образом прикоснемся к линии нисходящего тренда на H4, и вдруг Федрезерв поступит грамотно, тогда вот это коррективное движение, восходящее внутри нисходящего тренда на H4, закончится, мы увидим где-то от этой зоны прорыв линии тренда, может быть с последующим тестированием, и после восстановления движения вниз я могу открыть сделку на продажу, потому что она будет от верхней части нисходящего тренда на H4, для меня H4 надежный тренд, она будет от 61 уровня по Fibonacci, она будет после того, как коррективное движение в виде флага или на мелком таймфрейме в виде восходящего тренда, закончится и после тестирования график не может зайти в этот восходящий тренд, и продолжится движение вниз, но конечно с точки зрения фундамента это должно произойти на грамотном решении со стороны Федрезерва, если эти все факторы сработают в этот момент, я готов открыть эту сделку, я об этом говорил, и сделка будет сформирована конечно на H4, соответственно в новозеландском долларе очень схожая ситуация, на weekly, на месячном таймфрейме, мы просто на этих таймфреймах тестируем вот эту предыдущую впадину, это те же уровни декабрьского заседания, вот оно 13 декабря, когда состоялось заседание, мы находились в районе от 69.30 до 70.30, соответственно вот в той зоне мы практически предполагаем, что будем находиться в основном перед заседанием Федрезерва, если Федрезерв поступит грамотно, след за австралийцем, я предполагаю, что новозеландец попытается рано или поздно пойти потихонечку вниз, обновить вот эту впадину, конечно если Федрезерв поступит неграмотно, эти пары пойдут вверх, будут снова идти к предыдущим вершинам, но на данный момент я предполагаю, что Федрезерв поступит грамотно, то есть он поднимет ставку, то есть это уже давным-давно в цене, но укажет на 1 или 1,5 повышение ставки в этом году, то есть покажет, что он не будет очень сильно торопиться, потому что если укажет уже, что не только что в 2 раза поднимет ставку в этом году, но и поднимет уровень нейтральной процентной ставки, таким образом увеличится вероятность того, что Федрезерв в следующем году намного быстрее будет повышать ставку, то тогда конечно доллар в среднесрочной перспективе может отреагировать негативно, пока рынок увидит в таких условиях экономика, приспосабливается, выглядит ли стабильно, может ли доллар себе позволить более жесткий такой цикл повышения ставки. Итак, золото. Золото практически движется достаточно интересно, оно немножечко задерживается по сравнению с парой евро-доллар, то есть вот это движение вниз отменилось после того, как увеличился спрос на активы убежища. Однако видно, что та бычья свеча, которая сформировалась на прошлом деле, когда увеличился спрос на иены, доллары и франки, то есть на иены, извиняюсь, на иены, золота и франки, видно, что золото все-таки сформировало бычью свечу тело, которое находится внутри медвежьего тела предыдущей свечи. Также минимум обновил предыдущий максимум, не смог, соответственно, хотя эта свеча имеет бычий вид, белое тело, я считаю, что она не настолько солидна для того, чтобы указывать на восстановление роста золота. Итак, на дневном тайм-фреме ничего интересного у меня нет, а на х4 напоминаю, что вот мы когда-то находились в этом диапазоне 3 месяца, попытались сейчас зайти в более нижний диапазон, сейчас мы тестируем вот эту границу между диапазонами. Я предполагаю, что чтобы находиться в нижней части, вот в этом маленьком треугольнике, скорее всего, он должен увеличиться позитивный настрой по заседанию Федрезерва. Это может произойти в любое время, то есть на фоне ожиданий золото может упасть, и наоборот, на фоне ожиданий, что Федрезерв поступит неграмотно. Мы можем отскочить вверх, то есть это также нельзя исключать, поэтому здесь по золоту сложная ситуация. На мой взгляд, если кто-то собирается по золоту торговать в направлении там роста или снижения, нужно, скорее всего, дождаться окончания заседания Федрезерва. На данный момент тут нет никаких, соответственно, четких ясных движений. Однако, я с целью перешел на х1, потому что после вот этих двух вершин, если это окажется третьей вершиной, та, которая сейчас формируется, ну, после выходных, получается, мы впервые начинаем за ней, то есть ее видеть, может быть, здесь начнется нисходящее движение. Если оно начнется, оно будет говорить о том, что просто медленным темпом мы зайдем в этот нижний диапазон, начнется нисходящий тренд, и это в связи с тем, что рынок предполагает, что Федрезерва поступит грамотно. Итак, у меня, уважаемые зрители, на этом все. Жду ваших конкретных вопросов по сегодняшнему обзору. Если они есть, пожалуйста, пишите в чате. Конечно, если вопросов нет, пожалуйста, поставьте свои плюсики, и нам тогда пора прощаться. Так, нам Оля написала спасибо, Михаил написал большое спасибо, Ольга также поставила, Владимир Гайдуков. Ну, я, поскольку понимаю, раз наши самые постоянные участники нашего обзора написали спасибо и поставили свои плюсики некоторые из них, я понимаю, что вопросов нет. Конечно, на самом деле, тут больших изменений в последние 2-3 дня не было. Плюс сегодня нет статистики, поэтому, скорее всего, все понятно, все ясно. Поэтому нам пора прощаться. Тогда огромное вам спасибо за ваше ежедневное участие, за вашу активность в чате. Всем, конечно, желаю приятного вечера, хорошего вечера, удачи на финансовых рынках, если торгуете и собираетесь торговать в ближайшее время. А так мы с вами увидимся снова завтра в это же время в 15.00. Всем еще раз спасибо и хорошего вечера. С вами был Василий Питков, аналитики Инвестиционной Академии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!